Заседания штаба по комплексному развитию региона начали с обсуждения экономической ситуации в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских проинформировал о мерах, принятых в регионе в связи с необоснованным ростом цен на некоторые продукты питания и товары первой необходимости. Дабы пресечь все случаи спекуляции или незаконного предпринимательства, работаем в плотном взаимодействии с правоохранительными органами, прежде всего ФАС и прокуратурой. В Ульяновской области остается актуальным вопрос наличия продуктов длительного хранения и цен на них. При этом с начала года наблюдается рост цен на определенные группы товаров с длительным сроком хранения. Цены на сахар выросли на 32%. Повышение потребительских цен наблюдается по 28 позициям, в том числе на крупы, соль и сезонные овощи. При этом на ряд продуктов в Ульяновской области цены одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Самая дешевая цена в первом месте у нас с вами это картофель, капуста белокочанная, свежая и лук репчатый. В Приволжском федеральном округе это самая дешевая цена именно в Ульяновской области. На третьем месте у нас самое дешевое, соответственно, получается, третье место занимает это куриные яйца. На четвертом месте сахарный песок, мука, пшеничная. На пятом месте у нас цены одни из низких ПФО на свинину. И на восьмом месте у нас это говядина, сметана, вермишель, морковь. И девятое место занимает у нас крупы. Губернатор Алексей Русских поручил усилить контроль за ценами и максимально жестко наказывать спекулянтов. На минувшей неделе в Ульяновской области начались весенние продовольственные ярмарки, которые позволяют жителям покупать нужные товары напрямую от производителей, без наценок от посредников. Местным производителям они позволяют реализовывать свою продукцию без дополнительных издержек, той же самой рынной платы. Первая такая ярмарка пошла в минувшую субботу в Засвияжском районе. В целом прошла неплохо. Посетило ее более 12 тысяч человек. Большая часть продукции была реализована. Глава регионального Минздрава Александр Гошков рассказал о запасах лекарственных препаратов в аптечных сетях. Сегодня существует небольшой дефицит некоторых препаратов, в числе которых эльтероксин, из-за повышенного спроса со стороны населения. Ульяновская область уже завезен весь необходимый объем данных медикаментов. В настоящее время в аптеках представлено более 95% препаратов, входящих в список ЖНЛВП. Что такое список ЖНЛВП? Это список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Включает он в себя 808 наименований. Главное, цены на данные препараты регламентируются государством. Цены уточняются один раз в полгода и последний раз они уточнились в декабре прошлого года. Не ошибаюсь, в 23 декабря. Соответственно, никакого серьезного роста цен на данные препараты быть не может. О текущей ситуации с уровнем заработной платы в Ульяновской области проинформировал министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов. Работа по заключению соглашений о росте заработной платы продолжается активными темпами. Всего по итогам работы, начиная с сентября 2021 года, заключено более 2350 соглашений. Мониторингом на сегодняшний день охвачено более 5000 предприятий и организаций различных форм собственности, что составляет от плана на 2022 год сегодня 22%. С соглашениями, заключенными в 2022 году, охвачено почти 21,5 тысяча занятых во внебюджетном секторе экономики региона. С 28 марта по 4 апреля в Ульяновской области проходит неделя национального проекта «Цифровая экономика». О реализации одноименного проекта рассказал министр цифрового развития Виталий Кузнецов. Сформирован проектный комитет по реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации на территории Ульяновской области. В 2022 году предусмотрено финансирование и обеспечение трех региональных проектов. Это информационная инфраструктура, информационная безопасность и цифровое государственное управление. На заседании также обсудили меры по предотвращению весеннего паводка, ситуацию по заболеваемости коронавирусом COVID-19, приезд в регион переселенцев из Мариуполя, благоустройство и озеленение города к 9 мая, а также исполнение поручений губернатора.